добрый день мои друзья вы на канале инвест кар мы импортируем автомобили мы их ремонтируем и передаем вам надежные автомобили в надежные руки больше полугода я уже не снимал фильмов мы не делали обзоры на авторынок и сейчас решили в этом видео с аккумулировать все и показать наконец выдать вам то что вы давно от нас ждете все просите с ними с ними фильмы соскучились мы давно уже не видели вас так и что же мы занимались чем мы занимались им полгода мы переехали в новый огромный цех вот уже три-четыре месяца мы работаем здесь налаживаем наше производство по ремонту автомобилей так кузовной малярный цех площадь его порядка 400 450 квадратных метров и у нас здесь сборка и ремонт полного цикла что мы имеем на сегодня на сегодняшний день здесь ну небольшое вступление опять про автомобили что такое американские автомобили то сейчас мы возим как целые автомобили так и автомобили с повреждениями под любой бюджет еще раз подчеркиваю здесь нет тоталов нет утопленников и всего прочего о чем вы все пишите в комментариях американский рынок автомобильный он точно такой же как и наш на авито только там живет 300 миллионов человек и он огромен потому что каждый житель америки имеет собственности автомобиль фактически поэтому цены здесь существенно дешевле и можно поковыряться по выбирать автомобиль что мы и делаем для вас значит в данный момент мы осуществляем подбор автомобилей на edge pipe на майнхэйме при покупке целых автомобилей и к нам едут сейчас целые автомобили вы можете ознакомиться списком целых автомобилей для наших клиентов telegram канале в нашем здесь вот он сейчас будет примерно и также мы работаем естественно с основными аукционами битых автомобилей и выбираем для вас различного рода автомобили с разными повреждениями то есть мы можем привести вам автомобиль по очень ультра дешевой цене с огромными повреждениями и как то сделаны и прям идеальный почти новый автомобиль также то есть разбег вот такой может быть купили galfa за 10000 долларов с небольшим с небольшими повреждениями купили galfa за 16 тысяч долларов целого вот эти две машины скоро почти вместе приедут я вам сделаю обзор на них чтобы могли понимать в чем разница между битым автомобилем и не битым если смысл экономить эти 6000 долларов и так на каждом автомобиле фактически которые у нас есть сейчас 6 hond crv в ремонте от 12 тысяч долларов купленных до 20 тысяч долларов и тоже можно сравнить и понять какой ремонт какие комплектации привод и что влияет на стоимость автомобиля при покупке ее на аукционе и правда ли правда ли что то что вам показывают ваши любимые блогеры по телевизору что они купили машину за 12 за 13 вообще за копейки за шапку сухарей если места в грузии где стоят прекрасные автомобили по очень-очень низким ценам все вы узнаете в этом ролике также я покажу вам варианты ремонтов автомобилей как мы их осуществляем и что за автомобили у нас стоят в ремонте и что покупают наши клиенты вперед сейчас будет небольшое лирическое отступление мои мысли на тему китайских автомобилей так любимых вами и так нелюбимых мною значит сейчас потенциал натыкаться на сравнение там мерседесов геленвагенов с какими-то танками какие-то вот кроссоверы манджаро снимать жара вот такими вот вещи сейчас скажете вот там вага дрочер как мне пишут а многие да я проработал в вальсвагене 10 лет я работал бмв я работал в рено работал в ендекс киа я работал в ситроэн не где еще работал где только не работал за 20 лет продаж автомобилю официалов я учился у немцев учился у французов проходил разные академии школы все у него я получил много-много разных навыков по продажам автомобилей по ведению бизнеса и так далее по менеджменту и я пытаюсь здесь создать примерно то же самое чтобы это было и выглядело так как в лучших европейских традициях поэтому мы возможно будем отличаться по структуре бизнеса по возведению всего по менеджменту то есть какие менеджеры вас обслуживают при покупке автомобиля как вас вести будут при ремонте автомобиля как мы будем покупать вам запчасти как мы будем рассматривать автомобиль все это вы можете узнать позвонив нам позвонить нашим специалистам которые тоже дадут интервью в этом видео и вы все про это узнать и так вернемся к нашим китайским автомобилям почему некорректно сравнение какого-нибудь танка с геленвагеном просто вообще я не могу даже вообразить что кто-то может сравнить танк с геленвагеном машина которая может отъездить 30 лет есть действительно живые прекрасные экспонаты 30-летней давности которые не заржавели которые бороздят еще просторы которые берут там хребты и так далее 30 лет автомобилю с танком который выпускается там год вы серьезно ребят вы серьезно вы покупаете машину у которой история создания год у которой в сворованы все технологии которые только могли сделано все это криво да там кожа на 1 надела там не скрипит салон и все что ли это автомобиль вы считаете что автомобиль это три телевизора и кожа натянутая на салоне блять да это бред полный вообще автомобиль это тачка которая спасает вашу жизнь который не подведет нас в трудную минуту и на который вы можете просто взять и поехать куда угодно вот что такое автомобиль и надо быть уверенным сто процентов что спустя какое-то время два-три года эксплуатации автомобиля ты его вот так вот с легкостью продаж что ты с легкостью продаж манжаро кулрей танк что да с легкостью ты можешь его продать за сколько за 15 шапок сухарей ребят вы серьезно сравниваете китайские автомобили у которых история год с автомобилями у которых 100 летняя история ну так ладно это была эмоция я не буду ни там доводов нити приводить просто есть разум как говорится и вы должны каждый совершая серьезные покупки там как недвижимость там автомобили стоимостью 50 60 тысяч долларов всегда нужно подумать и понять если альтернатива или нет до альтернатива возможно будет сложно очень просто прийти взять кредит и взять какой-то какое-то изделие которое будет с телевизорами блестеть и так далее прослушали она вам 30 лет принципе наверное при покупке первого владельца первого автомобиля это по херу по большому счету потому что человек который покупает автомобиль первым владельцам он никогда не думает он посмотрел ему понравилось и взял какую-то пиздун что это за машина блин как ты будешь продавать завтра да никак блять вот серьезно купить автомобиль за 20-30 тысяч долларов в принципе подозревая о том что он не продастся никогда за миллион его продаж вот сумасшедшие вот эти вещи творятся и они происходят то есть да купить автомобиль сложно очень сложно купить автомобиль действительно там два-три месяца ждать его надо риски какие-то куда деньги отправлять ну выбор всегда остается за вами то есть купить rav4 купить honda crv купить автомобиль который будет тебе прекрасно эксплуатироваться который будет не будет тебя подводить я не знаю потом через два-три года с легкостью его продать и автомобиль который ты купил новый возможно там 20 тысяч откат откатается но если тебе этого достаточно то тогда наверное этот выбор правильный ты готов потерять половину стоимости автомобиля которого приобретал и да я куры продал за те же деньги что купил братан в рав 4 подорожал в два раза а твой куры остался на том же уровне бы ты потерял денег два раза понимаешь ну вот такие вот вещи тем более учитывая что мы везем автомобили с бюджетами в 2-3 миллиона рублей это основные наши автомобили это основные кроссоверы хорошие седаны та же самая джета с автоматическим кассином сам 7-8 ступенчатым с этим с двигателем 1.4 который уже вдоль и поперек все знают ну нет я пойду покуплю джета это же тот же вольтсваген да ни хера блин это суббренд это суббренд фау вольтсвагена это даже не фольксваген фау и даже не китаец это жопа полная как можно рассуждать вот взрослым человеком возможно агрегатка сделано как она сделана агрегатка блять с разными болтами ну блин вы взрослые люди вы рискуете деньгами ну подожди два-три месяца купи нормальный автомобиль но где буду брать запчасти а где-то на пиздуна будешь брать запчасти где кто тебе его делали вы произвели 20 штук все нахер завод закрылся умер блять там нету никого больше на заводе там все блять уже подметают и там уже хуйдун блять продают вы думаете своей головой что вы будете машин делать через три года когда рестайлинг каждый год блять вас вашего ли каждый год рестайлинг блять ты где фары через три года будешь искать на первую модель то кто ее в китае делает 100000 машин сделали новая машина 100 тысяч сделали новая машина и друг за дружкой гонятся у них внутренний рынок у них машины на четвертый год утилизируется эта статистика китайская 44 года до утилизации автомобиля это одноразовый автомобиль китайцы это знают они покупают за 20 тысяч долларов машину которая здесь стоит 50 тысяч долларов он готов за 3-4 года за пять лет потерять эту двадцатку вы готовы потерять 20 тысяч долларов так все извиняюсь был такой всплеск у меня потому что ну время идет машину уже начинают ролики как и положительные об этих китайцах так и отрицательные и так далее мне потом ну корея же также начинал конечно корея также начинал только она сертифицировалась международным стандартом и стала херачить свои заводы на весь мир это разные вещи мы потребляем внутренний рынок китая это одноразовые машины китайцы этого не скрывают они ездят на вальсвагене есть на тойоте на китайской тойоте и вальсвагене тоже говно полная американская европейская японская машина это не китайская toyota это не китайская вальсваген и прочее это другое другие машины поэтому когда 30 тигуанов с китая привезли в германию германия не захотела не потому что они дешевые говно и не хотят посажать своих жителей на эти автомобили так все ладно это тоже мое субъективное вы можете сказать что умник нашелся там вагадрочер там еще кто-то как обычно вы любите писать в комментариях все это был всплеск эмоций давайте перейдем на более правильная тема прям прям сначала видео дал вам тут так что такое инвескар как мы работаем как мы возим автомобили как мы их ремонтируем и давайте покажем и поехали дитейлинг будет закрытое помещение здесь будут осуществляться мечты уже с вашими готовыми автомобилями то здесь будет полировка химчистка здесь будет оклейка винилом сеточки будут устанавливать и так далее дальше здесь у нас аркадий его вы уже знаете здесь лесарка у нас и участок с мотористом небольшой творческий беспорядок потому что стеллажей мы еще не доделали до конца видите работа у нас не останавливается а по цеху работы тоже проводятся крайне прям вот в спешке это ваши автомобили то есть как видите вот у нас даже сейчас данный момент 2 honda crw стоит honda crw на данный момент это самая популярная машина которая который мы привозили так по ремонтам вот это crw была у нас траверса это из подрамник меняли у нее удар был фронтальный здесь у нас покраска бампера была и левого по правого крыла вот такие вот хорошие интересные автомобили honda crw тачка отличная сравнивать ее с кем там с курей им блин или с чем там я не знаю кто там еще у нас в целом диапазоне два два с половиной миллиона рублей то есть машины в основной массе 3-4 летние примерно пробеге где-то в районе 30 ну где-то 20 до 50 тысяч километров вот эта машина была с фронтальным довольно таки тяжелым повреждением действовать довольно значительный был ремонт сейчас подготовка уже химчистка полировка на этой машине идет так вот еще одна honda это у нас максимальная комплектация touring здесь она насчет пока готовится к покраске сегодня окрашивание будет сейчас загрунтована часть здесь повреждение было крыла очень сложная деформация была с порогом здесь у нас была врезка обычно мы врезки не делаем вытягиваем крылья так но по просьбе клиента сделали врезку и соответственно дверь задняя также будет ремонтироваться вот бюрик энкорд gx ждет свои запчасти часть купили большую но вот есть немножко проблемы с такого с такого плана автомобилями с покупкой запчастей так учи свет это наша малярная камера здесь у нас постоянный клиент наш это уже по моему 4 5 машина тоже открашена здесь вот ее непосредственно сейчас собирать будем и выдавать открасили морду здесь по моему капот и два крыла были крашены с бампером почему я говорю что honda cr-w популярной машины потому что двигатель полтора литра тачка стоимостью гид как раз 4 как tiguan примерно такой вот недавно приехала машина сейчас мы ее в ремонт берем это у нас тоже церковь . тоже машина 20 21 года то есть трехлетняя целая приехала машина удар был в заднюю часть автомобиля то есть ремонт бампера новый бампер будет ремонт крышки багажника и довольно сложное повреждение жестапельные работы будут и вытягивания вот такой вот со складками очень серьезный такой удар был ну вот как отремонтирую автомобиль мы вам покажем как мы это произведем кстати вот hrw honda примерно с таким же повреждением то есть удар вправо в правую заднюю часть здесь запчасти не меняются мы вытягиваем крыло и точно также ремонтируем низ ванны вот здесь вот еще боком пошло колесо скорее всего тоже подрамник будет задней меняться в целом машина вот такого плана очень любят у нас в рф подушки еще стрельнула так вот на днях пришла honda церва еще одна то здесь принципе машина вся целая ну там небольшие там вылетали бампера и скреплений все здесь замена двух дверей и замена подушки то есть . по сути тоже вся целая приехала вот такие автомобили то есть примерно honda церва в таком плане передний привод пробег 3 40 тысяч километров выходят около двух с половиной миллионов под ключ даже может быть с нынешним курсом даже будут чуть дешевле так subaric forester так его не forester это subaru cross track это небольшой хэтчбэк универсал хэтчбэк не знаю как сказать кредит около 20 сантиметров что очень здорово часто делаем данный момент сам езжу очень мне нравится этот автомобиль блин это одна из самых лучших моделей subaru компактной проходимости у него просто гипер клевая пробег что 5000 миль это где-то в районе 90 тысяч километров примерно и так на вскидку состояние очень хорошая я его продавать буду через неделю то есть у него без повреждений две двери под рихтовку порог все накладки пластиковые оригинальные уже купил и рихтовка задней двери где-то дня через два-три он уже будет готов и выставлен на продажу если есть любители subaru вам нужен небольшой компактный но очень проходимый полноприводный хэтчбэк звоните мне обращайтесь я вам его в первые руки отдам чтобы без перекупа вы купили его сразу то есть он будет наверное при нынешнем курсе миллион девятьсот уже в краснодаре так что имейте ввиду кстати gold gti машина конец семнадцатого года ориентировочная цена 2 и 2 2 и 3 миллиона рублей пишите то же самое в первые руки отдадим сразу машина с пробегом 120 тысяч километров в идеале красили крыло и два бампера на ней все позвоните пишите я вам расскажу что было с машиной что и как так еще у нас ремонте вот и клипс данный момент стоит и хендес антофе в котором ждали бампер сейчас уже откраситься скоро будет готов то есть разница между автомобилями которые мы привозим для клиентов со штатов точнее клиенты подбирают давайте так что условимся что мы подбираем совместно коллективно автомобиль на рынке привозим его для вас ремонтируем и вам его выдаем по большому счету как получается автомобиль это заслуга наше и вашего совместное коллективное то такими запчастями будем ремонтировать автомобиль такими там методами так далее это все выбираете вы это сцена стоимость и так далее то есть покупатели делятся на как правило на два типа первый тип это стоимость автомобиля ему неважно как вы быть автомобилем нужно цена мы начинаем изначально в любом случае цена играет ключевую роль то есть автомобили он же не может здесь разбег автомобиля 2 до 3 миллионов рублей почему это происходит потому что автомобили за 2 миллиона автомобиль за 3 миллиона разные тачки совершенно разные автомобили и плюс в том что когда вы ремонтируете автомобиль у нас что мы ведем вас вдоль ремонта по всему ремонту то есть вы всегда знаете какие запчасти мы покупаем мы согласовываем с вами запчасть покупку оригинального крыла не оригинального крыла то есть такой ремонт сделать такой ремонт сделать вы всегда в курсе того что происходит вашим автомобилем мы всегда показываем все что на нем есть всегда показываем все что на автомобиле есть то есть если какие-то изъяны на рынке в автомобиле их спрятали то наша задача найти эти изъяны и показать их продавцу то есть вот видите задачки в рынке сделать как можно дешевле автомобиль и спрятать как можно больше косяков то есть понятно что автомобиль когда едет потом с рынка до ларс там еще да куда то он может половину потерять того что у него прикрутили не прикрутили это уже отдельная история потому что таможни все сидят позу этом со скотчами с отвертками и прикручивают оторванный там из отломана отваливаешься детали то турбина отрыгнет еще что-нибудь постоянно такое происходит вот и все это в курсе наши автомобили когда выгоняется на тысячу километров мы как бы частично все-таки несем ответственность за то что с ним будет как бы мы сейчас пытаемся сделать ремонт и частично получается частично не получается да и у нас кассики есть мы же тоже люди потому что машины после дтп особенно тяжелых дтп восстанавливать крайне тяжело это всегда так было то есть одно дело поменять крыло да если дтп там несложное машина легкая другое дело когда у вас там проблемы с кузовней жесткие там какие-то деформации серьезные и нам приходится это реставрировать и делать дистрибутируем бас мы работаем с немецким концерном так скажем ну через дистрибуцию то есть мы лаки бас в используем используем краску бас в лазурит мы используем грунта хорошие мы используем шпаклевку на алюминиевой основе то сейчас мы стараемся материалами материалы и соблюдение так технологий чтобы было таким же как на производстве на персональном но все равно есть моменты там и трехцветные вот эти краски специфические вещи их делать довольно сложно были на только настроишься быть компрессор какой-то заработал смотрите какая интересная машина это тойота бы за 32 4 900 она стоит двадцать третий год машину я так понимаю наверно электричка это он красиво смотрится для toyota так вообще вот такой автомобиль исполнение с люком кожаный салон большая бурная панель такой квадратный руль прямо что ты из будущего так смотрите какая у нас красивая машина это у нас не сам по фендер вот так он выглядит машина двадцать третьего года сорок пять сорок одна тысяча долларов вин код вот он вин код и и комплектация без панорамы двигатель 35 кому надо рассчитать там можно обращайтесь так это у нас митсубиси аутлендер новый тоже митсубиси аутлендер и смотрите рестайлинговый у нас hyundai santa fe мне кажется что у них очень похоже дизайн передней части тут у кого-то явно подслезал так давайте смотрим hyundai у нас это максималка на панораме так цены нет к сожалению не уточним так аутлендер у нас значит идет тоже максималки панорама вин код не виден так 23 300 он стоит двигатель 2 и 5 здесь он прям очень громадного широкий там метр девяносто ширину так еще один нас аутлендер 25 500 цена тоже два с половиной литра двигатель там по моему альтернативы нету только 2 и 5 движок здесь комплектация попроще это у нас lexus rx 450h 36 тысяч долларов двадцатый год цветный салон lexus x 225 тысяч долларов комплектация с рюком дальше у нас идет lexus rx 21 год двигатель три с половиной тридцать пять тысяч долларов комплектация с люком пробег 24000 мили это у нас ggx 21 год по поводу таможни надо будет уточнять 43 тысячи долларов это у нас lexus x 19 год 21 нас планом тысяч долларов 28 тысяч миль двигатель 2 литра предела где-то двух с половиной выйдет у нас получается mazda cx 30 максимальной комплектации полноприводный вариант 2 и 5 turbo двадцать первый год 16 с половиной тысяч долларов машина кожа люк проекции на стекло прям заряженную это mazda cx 5 у нас 21 года 19800 долларов полноприводный вариант пробег всего 36 тысячами так вот у нас камрюха за 20000 долларов 21 год комплектация с е 54 тысячи миль пробег вот у нас камри за 13700 долларов с большим пробегом 22 тысячами двадцатый год ну вот хочет такой кузов в принципе можно рассмотреть так вот у нас машинка 21 года 53 тысячи миль пробег 17300 долларов комплектация с е здесь же машина xse комплектация девятнадцатого года 25500 за него просят пробег 58 тысяч миль это у нас камри за 18 тысяч долларов 21 год комплектация SE пробег 72 тысячи миль эта машина у нас за 18 тысяч долларов пробег 55 тысяч миль девятнадцатый год ну тут надо смотреть по вину проходная она или нет это у нас камрюха двадцатого года 17 с половиной тысяч долларов комплектация с люком двуцветная крыша сейчас уточним SE это у нас гибридный xle пробег 30000 миль на экране 26 тысяч долларов 21 год это трафик у нас двадцатого года 18 тысяч 300 долларов пробег 40000 миль это у нас тигуан 22 года полноприводный пробег 28 тысяч миль цена 23 500 так это траф 4 за двадцать две с половиной тысячи долларов вот комплектация с люком и релинги еще есть так это у нас тигуан SE airline 21 год вот двадцать с половиной тысяч долларов это у нас тигуан 22 года двадцать тысяч долларов комплектация SE пробег всего 544 миль рестайлинговый тигуан за двадцать две тысячи долларов двадцать следующий тигуан также в рестайлинги 22 тысяч долларов 8 с половиной тысяч миль на панораме это у нас тигуан 21 год 12 тысяч миль пробег смотрите какой месяц 25 тысяч долларов так еще у нас один рестайлинговый тигуан за девятнадцать с половиной тысяч долларов двадцать первый год в сентябрь месяц переднеприводный пробег 31000 миль так вот у нас джета за четырнадцать с половиной тысяч долларов двадцатый год на экране комплектация SE про нее уже рассказывал в принципе в одна из самодостаточных комплектаций это у нас Hyundai Kona машина стоит пятнадцать с половиной тысяч долларов двигатель 1.6 turbo это максимальная комплектация под ключ выйдет в районе двух миллионов этот автомобиль у нас искусство местных производителей слепили из того что было десять с половиной тысяч долларов двадцать первый год джета комплектация с на тряпки вот ну кому нужен недорогой автомобиль то приезжайте покупайте так это у нас джета за двенадцать тысяч триста комплектация SE так бита была скорее всего морду что фары не оригинальный обзор про посад и был но вот посад у нас еще есть двадцать первого года комплектация без люка четырнадцать тысяч триста долларов сорок три тысячи миль пробег это у нас посад двадцатого года небывалая скидка на него шестнадцать тысяч девятьсот долларов его дают сорок семь тысяч миль пробег но комплектация средняя посаду максималки 17 тысяч девятьсот цена его было двадцать с половиной пробег всего тридцать четыре тысячи миль комплектация с люком кожаный салон от посад у нас за восемнадцать тысяч долларов сорок тысяч миль у него пробег двадцать первый год так на и ландре седьмого поколения большие скидки автомобиль у нас в комплектации сел четырнадцать тысяч восемьсот долларов двадцать первый год пробег всего 36 тысяч так рядышком у нас стоит еще одна и ландра в такой же комплектации за двенадцать с половиной тысяч долларов двадцатый год пробег шестьдесят тысяч миль то мы нашли honda сервиза двадцать три с половиной тысячи долларов двадцать первый год автомобиль двигатель 1 и 5 один из популярных автомобилей на сегодняшний день так это у нас жил е 22 года машина с двухлитровым турбодвигателем максимальной комплектации на панораме 58 тысяч это тигуан у нас двадцатого года полноприводные двадцать одну с половиной тысяч долларов за него просят серый салон комплектация с е с панорамой на светодиодных фарах это у нас тигуан на галогенных фарах за двадцать с половиной тысяч долларов также полноприводный серый салон без панорамы комплектация тоже все пробег 26 тысяч миль у нас тигуан полноприводный двадцатого года комплектация с панорамой 21 рядом стоит тигуан девятнадцатого года за 16 тысяч восемьсот долларов объект 73 тысячи миль и комплектация с е попроще явно чем черненький так далее у нас идет taus taus появились но они все основном 22 года немного подождать данный вариант за 19 половиной тысяч долларов этот у нас taus 22 года тоже комплектация с е без панорамы цена 18 с половиной тысяч долларов двигатель у них 15 так это у нас mercedes band жила за сорок три тысячи долларов машина у нас двадцать первого года десятый месяц то есть у нас кругу проходная цена 43 тысячи долларов пробег всего 19 тысяч комплектация кожаный салон с алкантарой люк достойно такая и выглядит неплохо вот у нас неплохой вариант это полноприводный семиместный тигуан девятнадцать тысяч восемьсот долларов двадцатый год автомобиль комплектация с е на панораме и у него получается светодиодные фары дальше у нас идет еще один тигуан за двадцать одну с половиной тысячи долларов пробег всего 27 тысяч миль у нас он тоже комплектация с е бежевый салон вот у нас есть джета за одиннадцать с половиной тысяч долларов инков мы видим комплектация с е автомобиль восемнадцатого года вот но в принципе с учетом курса и таможне это будет где-то в районе полутора миллионов рублей там миллион пятьсот миллион шестьсот двадцатый год это kia sportage восемнадцать с половиной тысяч долларов стоит машина двухлитровая пробег пятьдесят тысяч миль уже неплохой вариант так этот у нас тигуан девятнадцать тысяч восемьсот долларов двадцатый год второй месяц видим его вин код эта комплектация с е здесь были заменены две двери вот в остальном весь автомобиль в заводском окрасе это семиместное исполнение пробег небольшой там пятьдесят шесть тысяч километров далее смотрим еще один есть тигуан девятнадцать тысяч восемьсот долларов пробег 39 тысяч миль вот видим вин код то у нас переднеприводный вариант пятиместный это у нас volkswagen passat 14 тысяч 700 долларов двадцатый год пробег 20 88 тысяч миль вин код видим на экране комплектация с е вполне неплохой вариант там в районе 2 2 100 где-то он выйдет под ключ этот рав 4 21 года вот видим на экране полноприводный вариант объем двигателя два с половиной литра стоит он 20 тысяч долларов такой вот маленький автомобильчик это у нас mitsubishi машина двадцать первого года стоит она всего девять тысяч долларов mitsubishi space star вот по таможне звоните посчитаю вам скажу сколько она обойдется так она выглядит city car прям еще у нас тигуан девятнадцать тысяч восемьсот пятьдесят долларов вот видим вин код комплектация селл на панораме это у нас переднеприводный вариант пробег 49 тысяч миль так по стоимость автомобиля я вам укажу сколько они будут стоить это у нас hyundai lantra 17 тысяч восемьсот долларов гибридный вариант двадцатый год пятый месяц здесь два литра двигатель пробега 50 тысяч миль дальше у нас это у нас не ликвидка здесь у нас это у нас ауди а4 22 года сентябрь месяц автомобиль стоит 29 тысяч 700 долларов комплектация на коже люк полноприводный вариант 2 литра turbo по конечной стоимости звоните посчитаю расскажу это у нас elantra 21 год март месяц 15 тысяч восемьсот долларов у нас вин код машина в максимальной комплектации limited повреждения были сзади по там бампер фары машина в максимальной общей комплектации в новом курсе это 7 кожа повреждения были у нас вот с этой части то есть заменена была была замена произведена бампера фары косметический ремонт это может крыла наверное скорее всего посмотреть как это у нас джета 19 год мая месяц вот видим 13 тысяч 300 долларов комплектация airline это джета также в комплектации airline 13 тысяч 300 долларов также вин код видим белом пятьдесят восемьдесят восемьдесят восемь тысяч метров это у нас джета в комплектации с е 13 тысяч 300 долларов также экране бежевый салон в автомобиле вот они все три машинки стоит по 13 300 это у нас проходная audi а4 25 700 у нас стоит двадцатый год виден на экране хорошая комплектация кожаный салон все как положено так полноприводный вариант пробег 58 тысяч метод джета airline у нас 14 тысяч 300 долларов вин код видим на экране 19 год 8 месяц так это у нас honda sonata 19 тысяч 700 долларов это 16 turbo в хорошей комплектации пробег 42 тысяч миль на здесь кожаный салон и панорама так черненький тигуан у нас 21 1700 долларов двадцатый год декабрь месяц то полноприводный вариант пятиместный салон комплектация с е еще у нас один тигуан девятнадцатый год восьмой месяц им код на экране полноприводный вариант комплектация airline с ерлайн у нас комбинированная кожа двухцветная и соответственно панорама еще один у нас тигуан синего цвета девятнадцатый год сентябрь месяц вот видим на экране также полноприводный вариант комплектация с е с панорамой это у нас mazda cx 5 20 год март месяц вин код мы видим комплектация скорее всего touring полноприводный вариант пробег всего 40 тысяч километров цена 17 тысяч 900 долларов как это у нас subaru cross track такой симпатичной комплектации вот у нас здесь виден цена 15 200 кожаный салон здесь такие прям хорошие добротные сиденья люк пробег всего 20000 миль двадцатый год это у нас chevrolet equinox двадцатого года 12 с половиной тысяч долларов пробег у нас 77 тысяч миль двигатель 1 и 5 цена будет где-то 1 и 6 наверное под ключ вообще неплохой вариант и один квинок схожей комплектации также без люка двенадцать с половиной тысяч долларов пробег сейчас посмотрим так это у нас машина двадцатого года пробег 159 тысяч километров sonata у нас двадцать одна с половиной тысяч долларов максимальная комплектация здесь есть все у нас машине включая проекте нового стекло это у нас elantra седьмого поколения сделано не очень вот но цена одиннадцать с половиной тысяч долларов пятьдесят две тысячи миль двадцать первый год устану на смотрите двадцать первого года по супер низкой цене 11 тысяч четыреста долларов 18 тысяч миль двигатель 2 и 4 так тусан у нас за 18 тысяч долларов двадцатый год пробег 44 тысяч максимальной комплектации двигатель 24 вот нашли проходной родлендер 23000 пробег 23 800 тысяч долларов очень много в погрузе ездит машин достаточно большая широк это у нас lexus с 320 год 19 тысяч долларов пробег всего 33 тысячи миль это в спорт у нас так он выглядит вот смотрите у нас chevrolet trucks 12 с половиной тысяч так дальше у нас chevrolet trailblazer у нас новая модель 16 тысяч 300 долларов красивая машинка это конкурент наверно honda creta по габаритам по всему остальном единственно что здесь двигатель 1 и 3 значит двигатель 1 и 2 на вариаторе на переднем привод и если стоит 1 и 3 это будет полный привод и соответственно девятиступенчатый автомат панелька у него мягенькая еще один chevrolet trucks комплектация на коже 20 год смотрите еще это у нас получается сан уже в новом кузове смотрите максимальной комплектации от 23 с половиной тысячи долларов 24 сидений с вентиляции панорама в общем все что можно то здесь есть